МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, мы были самые первые в городе, которые организовали студию для взрослых, вот именно для людей, которые... Для непрофессионалов, для любителей, да. Потому что люди вроде бы ходят на спектакли, посещают театр, но не знают, что такое театр. Пока они изнутри это не изучат, не поймут, не будет особого интереса. То есть мои студийцы, когда пришли ко мне впервые в мою студию, они, может быть, даже впервые попали в театр. То есть некоторые даже... Для многих было открытие в принципе, что это и как. Да, многие и не ходили в театр до этого. А потом стали любить театр и понимать его изнутри. Как ты влюбляешь их в это искусство? Есть тренинги какие-то, да? У вас регулярные занятия, там, дважды в неделю? Или как вы встречаетесь? Да, мы встречаемся дважды в неделю. У нас первый месяц обучения, мы занимаемся тренингами. Потом в последующем мы выбираем материал уже к спектаклю и всё время посвящаем репетициям. Ну, также у нас есть мастер-классы по сцен речи, сцен бою, то есть сцен движению. Мы приглашаем актёров или режиссёров от нашего города, и они преподают вот такой вот мастер-класс. Ты сама как успеваешь? Ты работаешь в театре драмы актрисой, и у тебя очень много репетиций, я знаю. Много спектаклей где-то занято. Как всё успеть? Приходится как бы рассчитывать своё время, и как это успевает. Ну, во-первых, когда ты работаешь в театре, нет такого понимания работа и вот дом, да? Ты всегда живёшь работой. То есть и то же самое ты спросила у меня про любовь, как я передаю им любовь. Если я чувствую, что я люблю театр, что я не могу без этого жить, то и ребята, видя через меня, они понимают, за что я люблю, и сами проникают с этим чувством. Кто из ребят, чем они занимаются, имеется в виду? Кто ходит в студию? Ой, в студию ходят различные люди разных профессий, разных возрастов. Юристы, учителя, да? Юристы, учителя. Абсолютно не связаны бывают даже с искусством люди. Дизайнеры, очень много было профессий, я даже всех не упомню, но вот какой они назови, мне кажется, уже все были. А что вы ставили? Мы ставили различные спектакли. Первый наш спектакль был это по рассказам о Верченко «Девушка отошла от изгороди». Это вот, помню этот спектакль. Да, мне он очень до сих пор дорог, потому что тогда произошло первое открытие для меня, то, что ребята, которые не профессионалы, они на сцене более искренние, чем профессиональные актёры. Потому что для них это открытие. Для них это вообще... Это важно для них, да? Да, для них это какой-то вот пунктик в их жизни, что вот говорит, вот это мое событие, вот. Для них это значимое событие. Когда для актёра ты как бы... Это уже рутина. Это уже рутина, да. Конечно, задача каждого актёра, на мой взгляд, превращать её, ну, не в рутину, а в событие. Но это очень сложно делать, когда особенно много нагрузки. А для них они освобождают всё свободное время для того, чтобы заниматься, вот, репетировать и потом играть на зрителях. Я им завидую, если честно, потому что первый выход на сцену, он не сравним ни с чем. То есть это волнение, эти чувства, которые ты испытываешь в первый раз, выходя на сцену, ты никогда больше не спытаешь. И поэтому они остаются здесь. Это как наркотик. Я видела, что те, кто приходили к тебе в первый набор, они продолжают заниматься и сейчас. Да, да, они продолжают заниматься. И чем больше мы с ними занимаемся, тем они сложнее спектакля требуют. То есть раньше, если мы комедии старались, то сейчас мы уже, вот, последний наш спектакль «Чайка», мы уже ближе к жанру трагедии пришли. Ты расскажи, как и любой режиссёр, наверняка ты уже знаешь, кто из твоих артистов какую роль может сыграть. Ну, конечно. Ты эти пожить и все чувствуешь? Я, ну, мне не раз говорили, что это вот моя сильная сторона, что я подбираю, как бы, под роль человека. Ну, скорее всего, наоборот. Ко мне приходят люди, и я уже отталкиваюсь от них. То есть какие ко мне пришли, я их вижу, я их оцениваю, и уже потом приношу им материал, который наиболее подходящий для нашей группы. То есть ты ставишь не так, что вот «хочу поставить именно это произведение», ты смотришь именно, чтобы подходило этим людям. Ну, прежде всего, у меня именно педагогическая функция, я должна научить. А научить человека можно, если он сам исполнит какую-то роль. То есть я стараюсь, чтобы у каждого обязательно была роль. Это моя сложность, потому что я уже столько прочитала пьес за эти два года, за сколько всю свою жизнь, там, актерскую карьеру никогда не читала. Потому что ты ищешь и все время думаешь, не то, не то, здесь мало мужчин, мало женщин, да, как бы. А женщины в основном и ходят в театральную студию. Ну, как-как, всегда, конечно. Кроме девушки, что вы еще ставили? Первый спектакль «Девушка» у нас была, второй спектакль у нас был «Волки и овцы» по Островскому. Там необычное было оформление, помню, были маски очень чудесные. Первая девочка, которая у меня, Люба Бархатова, она у меня была в студии, она играла мальчишку там, ну, в спектакле в первом. А во втором она, ну, по каким-то своим причинам не смогла участвовать, я ей предложила быть художником, потому что она замечательный дизайнер, у нее очень превосходное чувство вкуса, стиля. И она как раз-таки придумала эту историю. Да, ну, мы вместе придумывали, я просто хотела, чтобы были маски. Я говорю, давай сделаем маски вот этих двух домов. И от этого у нее потом начала разыграть, разыгралась фантазия, как говорится, она юбки потом придумала. И как-то мы все оформили, что вот до сих пор приятно вспоминать. Вот так. Что после было? Третий наш спектакль — это был «Ведунья» по пьесе Галины Лавриненко. Это вот современный драматург. Она сама работает актрисой в театре и вот пишет пьесы. Я вот ей лично написала, спросила, можно ли поставить ваш спектакль. Получила драматург. Да, нужно ли вам платить гонорары и все такое. Она очень отзывчивая женщина, сама руководит подобной студией. И говорит, конечно, у меня еще он пьеса есть, берите, что хотите. Вот только потом нам, пожалуйста, фотографии и видеозапись. Как это было, да, чтобы она посмотрела. Да, как оно было. Но отзыв есть какой-то от нее уже? От нее, да, она очень поблагодарила. Она даже на своем сайте выставила, по-моему, фотографию с нашего спектакля. А четвертый наш спектакль, это был спектакль «Чайка» по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова. Почему по мотивам? Потому что я внесла некоторую еще одну сюжетную линию, так сказать. То есть ты уже и сама что-то добавила. Да, я добавила это как взгляд от себя, от современного режиссера, от меня, как от девушки. Я добавила персонажа как журналистка, кстати. И этот персонаж пытается, ну то есть он разгадывает эту историю. Для чего это задумывалось? То есть эта журналистка, она как блогерша. То есть блогерша сейчас, это становится очень популярно. И вообще в наше время стать известным кажется вот пустяковое дело, да. То есть ты снимаешь там, как ты там кушаешь что-то в Инстаграме, там. И ты уже становишься популярным. Всю свою жизнь выкладываешь вот так наизнанку. И тем самым зарабатываешь какие-то баллы и симпатии. И эта журналистка заинтересована в таком же пиаре. И ей стало интересно, а как же раньше было? Вот как раньше был путь к славе? И вот в нашей пьесе, в нашем спектакле раскрывается, какой же на самом деле путь к славе. Но самое важное, что ты должен потом отдать за славу. То есть какую жертву ты должен принести. Вот про жертвенность, про то, что слава не приходит просто так. И про людей, мечтающие загореться, как звезда. Вот про это наш спектакль. Студийцам легко работать с таким материалом? Или все-таки Чехов — это такой уровень прям выше-выше? Чехов сложный материал. Как раз до четвертого сезона, да, ваших курсов? Да, на самом деле очень много новичков было. То есть у нас много пришло мальчиков новеньких, и поэтому благодаря их приходу я смогла поставить такой материал. Нужны были именно мужчины? Да, мужчины чаще всего в пьесах появляются, не знаю почему. В этот раз, театральный сезон, вы начинаете снова с «Чайки». То есть, получается, с премьеры конца прошлого сезона. Что нового, может быть, добавилось? Ну, добавился, конечно, это, может быть, какие-то новые нюансы. Потому что, когда мы работаем над спектаклем, все равно люди, которые впервые выйдут на сцену, они некоторые нюансы не улавливают. А потом уже, выйдя на сцену, почувствовав зрительный зал, они понимают, как с ним работать. Потому что зрительный зал — это тоже участник спектакля, это живой организм. И вот умение слушать, слушать зрительный зал, оно приходит именно после, как ты уже выступил. И причем это даже и у профессиональных актеров так же. То есть, мы, когда выходим с новым материалом, мы не знаем, не знаем, как реагировать будет в зал. То есть, а когда ты уже чувствуешь пьесу, чувствуешь, к чему ты ведешь, то есть, твоя сверхзадача, что ты хочешь сказать зрителю, ты уже умеешь с ним общаться, ты умеешь его убеждать, договариваться, слушать, слышать. Настя, очень интересно. Я хочу прийти на спектакль. Пригласи, пожалуйста, наших зрителей тоже, где вас можно смотреть. Приглашаю всех на спектакль «Чайка», который пройдет в театральном пространстве «Спичка» по адресу Ползунова, 37. Это будет 10 сентября, 18.00. Мы вас очень ждем. Настя, спасибо огромное тебе за интервью. С нами была Анастасия Кузнецова, режиссер и художественный руководитель первой театральной студии. До встречи.